Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Если вы до сих пор не подписаны, я буду безумно вам благодарна, если ты нажмешь кнопку подписаться. А сегодня мы с вами едим мидии с винишком. В прошлый раз, кстати, когда пила вино, некоторые написали, что Айка, это не вино, не надо нас обманывать, поэтому я прям наливаю здесь рядом с вами, а то вдруг вы подумаете, что я мухлюю. Видите ли, я слишком легко пью вино. А может я алкаш со стажем, вы не подумали об этом? А зря вы слишком хорошего мнения обо мне. Вот очень зря. Давайте приступим, я прям, слюньки у меня текут, как я хотела мидии. Даже, вы знаете, был такой момент, когда я была в деревне, я сидела под деревом и настолько хотелось роллов, что я просто обещала себе, что я научусь их готовить. Вот когда я сидела под деревом, я поняла, что зря я не умею их готовить. Надо было все ингредиенты взять с собой в деревню и прям там приготовить, а что нет. Вот завтра собираемся с мамой вправо, большой супермаркет, там закуплюсь всем и научусь готовить. Очень вкусно. У меня парень говорит, что в Италии намного вкуснее мидии, чем здесь. Но я не понимаю, как может быть вкуснее этого. Это же просто нереально. Я говорю, что ты несешь? Это из ряда фантастики. Надо культурненько один глоточек винишко. Если больше, уже все, не верят, что это вино. Сегодня мама надела в первый раз платье, которое мы заказали ей из Шиин. Завтра будет распаковка, я уже все смонтировала. Просто сегодня уже третье видео, которое я выкладываю, это слишком уже. Поэтому завтра утром будет распаковка. Хотя могу и сегодня выложить. Но это будет, наверное, очень поздно. Посмотрим. Возможно, сегодня вечером выложу. Совсем ночью, наверное, где-то в 11. В общем, мы заказали маме платье. Мама его решила надеть. Погладила. В процессе глажки. Нечаянно. Не могу сказать, что какое-то было механическое воздействие. Но там разошелся шов. Прям по шву. Ну, теперь я не знаю, что делать, потому что это в самом видном месте. Причем платье не очень бюджетное. Ну, учитывая цены на Шиин. Вот теперь я не знаю. Надо, наверное, к Шве, чтобы она все это исправила. Поэтому раз на раз не приходится. Все, что угодно заказывает Шиин, оказывается, не стоит. Потому что некоторые модельки действительно шиты, ну, так себя. Мне просто очень нравится процесс того, как я выбираю. Еще, вы знаете, у нас в магазинах нету такого огромного выбора. Такое ощущение, что все закупаются в одном и том же месте. Я захожу в первый магазин, там одно и то же. Во второй почти одно и то же. Особенно вот эти вот небольшие ларечки, небольшие вот эти бутики. Вообще одно и то же. Этикетки, посмотришь, одинаковые. Поэтому, что касается выбора, там, да, действительно есть выбор. Но качество некоторых вещей оставляет желать лучшего, к сожалению. Вы знаете, даже когда вещь только приходит к тебе, ты меряешь и думаешь, вау, как классно, и все дела. Но мне кажется, как раз-таки распаковку надо снимать где-то через недельку. Или через две. Когда у тебя уже сформировавшееся мнение об этих вещах. То есть не просто первое впечатление, а уже ты поносила, что-то постирала. Я просто не хочу, чтобы я вам посоветовала, а вы пошли купили, а потом разочаровались. Кто-то, я знаю, как покупает одежду, сразу стирает. Я не стираю на самом деле, ношу, потом по мере надобности стираю. Но лучше будет, если я все постираю, поглажу, посмотрю на вещи, потом уже сделаю вывод. Просто хочется первое впечатление, как я все это открываю и так далее. Но первое впечатление, как оказывается, очень часто бывает обманчивым. Поэтому, опять же, решать вам, заказывать или нет, я выбираю для себя заказывать. Потому что у меня, знаете, неудачная покупка там, одна на десятку там, скажем. Это, я считаю, небольшая погрешность. Такая нежнятина. Хоть бы узнать, где можно купить эти мидии. Узнать, как они готовятся. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Лазью в инстаграме наткнулась на историю Жали. И там одна девушка, ей пишет прям гадости. Жали, Жали до этого мне говорила. Она очень близко к сердцу воспринимает негатив, который ей пишут. Я просто блокирую, не знаю, или просто не обращаю внимания. Но она прям пропускает через себя все это. Мне просто стало интересно. Я решила зайти на страницу этой девушки и попробовать написать ей сообщение. Зачем я так делаю? Чтобы посмотреть, что она мне писала. Смотрю, опа. Подписано на меня. Захожу на ее страницу. И это. Вижу подписано. Смотри, что пишет. Мне тоже. Мат-перемат. Ты так откровенно одеваешься. Ты вообще себя не контролируешь. Что ты несешь? Это я вам говорю самое такое, знаете, безобидное. Обижает Твиксика. Да Твиксик вообще. Обижать нельзя его. Я просто, знаете, что вспомнила. Есть реально люди, которые излучают прям негатив. И не только в интернете, но и в обычной жизни. Я однажды познакомилась с девочкой. Я очень давно слежу за Анастасией Решетовой. И мне она безумно нравится. Мне нравится, как она выглядит, как она говорит. Она настолько женственная. Не знаю, безумно нравится ее грамотность. Да и вообще все. Вы можете со мной не согласиться. Мне она нравится. Я всегда пишу ей комментарии. И обязательно ставлю лайки. И однажды она увидела это. И такая говорит, Айка, зачем ты пишешь ей комментарии? Я говорю, а что здесь такого? Все вокруг подумают, что ты к ней подлизываешься. Я вот, например, говорит, никогда в жизни никому лайки не ставлю. Да кто они такие блогеры, чтобы я им лайки ставила? Я так посмотрела на нее. И офигела. Насколько гнилой человек. Ну, ставлю я Решетовой лайки. Я от души это делаю. Мне нравится человек. Это нормально. Я просто в ленте что-то понравилось. Спокойно могу поставить лайк. От этого мне не убудет. Мне не жалко. Я когда слушаю таких людей, я думаю, господи, сколько же в вас злости. Кто она такая, чтобы я ей ставил лайк? Да, ребят, будьте добрее. Почему не поставить? Я и Бузовой всегда ставлю. А что? Делает контент. Мне кажется, таких людей очень много. В общем, эта девушка, которую писала моей подруге Жали, я хотела ее тоже отметить в Инстаграме. А потом, знаете, что подумала? Зачем? Вот зачем? Надо на негатив отвечать, знаете, уравновешенно, спокойно. И тогда этот человек задумается. А мои слова-то не задели. Значит, может, и не надо этот негатив-то писать и нести в массы. Я желаю вам всем, даже моим хейтерам, чтобы у вас на душе была такая атмосфера, чтобы вам даже в голову не приходило никому писать какие-то негативные комменты. Вот искренне вам желаю. Женщина становится злой, мне кажется, от каких-то проблем, от каких-то моментов, которые ее не устраивают и которые она не может поменять, к сожалению. Вот от таких моментов девушка становится девушка становится агрессивная. Это просто 15 минут кайфа, ей-богу. Просто настолько вкусно. Я не знаю, как везде, но у нас в Мидии что-то очень дорого. Одна штука получается больше доллара. Где-то доллар двадцать. Ну, многовато по мне, если честно. Но, наверное, Мидии везде так стоит. Очень вкусно. Очень вкусно. Пару штук еще заказала маме. Мама говорила, ой, мне не надо. Я говорю, мама, попробуем. Ой, я не люблю. Я говорю, съешь. Но сначала тоже роллы вообще не любила. На дух не переносила. Мамочка. А сейчас ей вот эти вот запеченные очень нравятся. последний. Ну, последний. Как ты можешь быть последним? Это просто офигенно. Я когда впервые узнала про Мидии, я была уверена, что мне не понравится. Еще, кстати, надо попробовать устрицы. Но это я уверена, что мне не понравится. Ну, что, мои хорошие, за нас самое главное. За хорошее настроение, за гармонию с собой, и чтобы у нас никогда не было негативных эмоций, которые мы хотим делиться с кем-то. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы поставите лайк и напишите комментарий, я буду просто счастлива. Всех люблю, целую. Пока.